Привет, друзья мои, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас вторник, великий вторник Страстной Седмицы. Сегодня мы вспоминаем обличение Господом фарисеев, такие законники религиозные были, которые, почему он их обличал? Потому что они говорили правильно, учили правильно, Господь говорит прямо в Священном Писании, слушайте их, но не поступайте, как они. Почему? Потому что часто они поступали вообще в противоположном направлении. Почему о некоторых он и говорил, не называйте их отцами, учителями, потому что они не соответствуют этому. Можно сразу критично сказать, что бывают и среди нашего брата такие, скажем так, проступки. Потому что нет человека и без греха, но равняться в сторону Господа и на лучшие примеры всегда нужно. Часто Господь их еще назвал пустыми гробами. Дальше мы слышим о Страшном Суде. Господь рассказывает, как буй второе пришествие Христа, что как пастух поставить козлище по одну сто козлов, то есть овец по другую. Спросит одних, так и Господь разделит, спросит, вернее, одним скажет, идите, получите награду от сложения мира, от отца моего, который на небесах, от сложения мира. Они спросят, за что? Он скажет, когда я был голодью, напитали, когда был наквен, надели меня, когда жаждал или боли в темнице, и вы посетили меня, напоили меня. Они скажут, мы не делали, кому мы это сделали? Он скажет, любому, кому всех отмала сделали, и мне сделали. Также и другим скажет, идите от меня вон во тьму кромешную, иди плачу, и скрежет зубов. Он скажет, где же мы тебе не сделали? Все то же самое он перечислит, только скажет, что вы этого не сделали мне. Я пойду, это не в тьму кромешную. И притча о десяти девах, пять из них мудрые, пять уродивые, которые ждали жениха. Одни с собой, все взяли светильники, но мудрые взяли с собой еще дополнительно масло в сосудах. И все уснули, и вот слышат они призыв, что идет жених, встречайте его. Встали, одни украсили свои, то есть поправили светильники, другие говорят, дайте нам вашего масла. Мудрые говорят, тогда и нам, и вам достанется, идите и купите у продающих масла. Но пока они ходили, муж пришел на брак, и они зашли с ним на свадьбу, на праздник. И были затворения двери. Когда пришли юродивые, то есть немудрые, сказали, впустите нас. Что Господь сказал, не знаете дня, часа, когда я приду. Поэтому мы должны бдить, то есть ожидать и быть готовы к встрече с Богом.